Что сегодня будем делать? Блестящее что-нибудь. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Сегодня цитата классика, который, к слову, как и его герой Онегин, довольно тщательно ухаживал за руками, уже вряд ли будет актуальной в качестве ответа на упрёк в излишней заботе о внешности. Процедура маникюра за последние годы стала настолько востребованной, что, пожалуй, каждая девушка обращается за услугами мастеров минимум раз в месяц. Без маникюра вообще своей жизни не представляю. Не знаю, мне кажется, современная девушка должна быть ухоженная. Маникюр – это лицо девушки, мне кажется. А для меня так это вообще праздник. Раз в месяц из дома выбраться от двоих детей и побыть с прекрасными моими мастерами. Ирина Рязанова не первый год делает руки тамбовских модниц, крашая. Мастер хорошо помнит время, когда ногтевая пластина становилась буквально полотном для шедевров. Цветы, вензеля, ручная роспись. Сегодня на смену ярким дизайном в моду всё увереннее приходят сдержанные решения. Мир не стоит на месте. И скорость, она всё-таки решает. Все люди деловые. И за счёт этого, наверное, люди отказываются от дизайна. Уже не первый год клиенты выбирают всё-таки нюдовые оттенки, какие-то такие натуральные. А тонкое покрытие выбирают, чёткие формы. Если же гостья задумывается о стильном маникюре с дизайном, мастер рекомендует отдать предпочтение тонким линиям. Закрепляется в трендах в 2024-м и классический французский маникюр. Придать цвета рукам помогут советы экспертов в сфере колористики. Тренды цвета нам диктует институт цвета «Понтон». В этом году у нас цвет нежно-персикового такого оттенка. Но, опять же, он может подойти всем, может кому-то не подойти. То есть каждый выбирает клиент для себя то, что ему больше нравится. Например, красный. Считается, что этот цвет любит дракон – символ 2024-го. Нравится мифическим существам и блеск сиять. Особенно в новогодние праздники хочется и многим дамам. Впрочем, говорить о красивых ногтях, как о женских штучках, сегодня не очень актуально. Всё чаще за ухоженными руками к мастерам идут и мужчины. Я больше скажу, даже педикюр делают мужчины. Но, к сожалению, не на постоянной основе, потому что всё-таки есть какое-то стеснение именно в Тамбове. По большей части ходят, когда появляются какие-то проблемы, заусенцы возникают. Либо перед свадьбой невеста приводит своих женихов, потом ходят с семейными парами ко мне. Следовать моде или нет – выбор каждого, утверждают мастера. Относиться к маникюру советуют скорее как к одной из гигиенических процедур. Тем более, что современные методики, которые стараются осваивать мастера вне зависимости от формы, цвета или наличия дизайна, позволяют придать рукам здоровый и эстетичный внешний вид на несколько недель. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей.